Сегодня у нас атрибуты файлов, утилита find, то есть поиск файлов не только, и форматирование дисков, если можно такие разницы. Создание разделов на диски и создание файловых систем. Итак, у нас есть атрибуты файлов, которые мы все можем увидеть, если посмотрим содержимое директории. Они показаны слева. Да, у нас есть атрибуты, отвечающие за права. Есть три группы прав. Это владелец файла, группа, в которой он состоит, и все остальные пользователи. Я надеюсь, вы это знаете, но на всякий случай быстро скажу. Есть права на чтение, запись и исполнение. Исполнение для директории – это вход в директорию. Также директории отображаются отдельным атрибутом, который виден здесь как буква «Д» в самом начале строки. Сразу можно понять, где директория. – Ну, собственно, все. – На чтение? Давайте попробуем, да? – Ну, что-то вроде, да. – То есть, 7-4-4 должны иметь? – То есть, вы хотите детальный? Я думаю, что детальный будет позже. – Ну, давайте. Ну, да, сегодня еще, наверное, поговорим чуть позже. – Да, сейчас сразу заговорили. У нас есть чтение, запись, исполнение. – Их можно либо буквами использовать, да, как «RWX», либо им соответствует определенная цифра. – Например, чтение у нас 6, нет, 4, да, соответственно, запись 2, по-моему, и 1 – это исполнение. – Естественно, чтобы нам задать права для определенной группы прав, да, так я уже говорил, вот пользователь групп, все остальные, мы можем просуммировать нужные нам цифры и получить определенные права. – Например, там, полные права – это 7, там, чтение и запись – это 6, там, чтение и исполнение – это 5. – Как менять права, поговорим чуть позже. – Но, кроме этого, у нас есть еще, то есть про это я подробно не буду останавливаться, это, я думаю, если вы вдруг случайно этого не знаете, а теперь вы уже это знаете, вы можете найти информацию в интернете. – Более интересное, есть набор еще атрибутов – это бит смены идентификатора пользователя, бит смены идентификатора группы и бит сохранения задач. – Ну, стики бит. – Сейчас более детально про них поговорим. – Остается, на атрибут бит смены идентификатора пользователя называется setuit. – Нет, setuit. – Тут я, наверное, обманываю. – setuit. – Это только название команды, насколько я понимаю, такой нет. – UID – это userid, идентификатор пользователя, set, видимо, установка, не знаю. – И, естественно, git – это для группы. – Setuit. – Посмотрим на примере утилиты PassVD. – Утилита PassVD позволяет любому пользователю поменять свой пароль, а root, по идее, может поменять пароль для любого пользователя. – Видите, даже подсвечивается красным цветом. – Если внимательно посмотреть на атрибуты файла, то можно увидеть, что в первой группе последнем идет не X буква, а S. – R, V, S. – Собственно, это нам и говорит, что здесь установлен вот этот бит смены идентификатора пользователя. Зачем он нужен? – Обычно пользователь запускает какую-то программу на выполнение, то есть утилиту, например, в данном случае, то эта программа, будучи запущенной, она имеет права доступа к файлам и директориям такие же, как у пользователя, который ее запустил. Но, например, утилита PassVD, она создана для манипулирования файлом ETC, ETC, PassVD. У него, как мы видим, доступ на запись есть только у владельца файла. Владельцем файла является root, суперпользователь. То есть простые пользователи не могут писать этот файл, могу только просмотреть. Каким же образом тогда нам поменять пароль, то есть содержимое этого файла. Вот для этого используется этот бит. То есть получается, что утилита запускается с правами владельца файла. То есть у нас вот владелец утилиты PassVD, файла утилиты PassVD является root, и получается, что даже когда пользователь ее запускает, а она имеет на это право, потому что у него есть execute права, то она запускается с правами не пользователя, а владельца файла, то есть root в данном случае. Таким образом, непривилегированный пользователь может запустить программу с привилегированными правами, скажем так, и получить доступ к файлу ETC PassVD и произвести изменения. То есть такое, ну как обход стандартной системы прав, чтобы выполнить определенный тип задач. Понятно? Да, немножко путано, но в целом понятно, то есть что файл запускается не с правами того, кто его запустил, а с правами того, чьим владельцем его. С правами владельца файла. Так мы же запускаем утилиту, как она с файлом ползана? Ну вот разберем пример поподробнее. Вот там слева указаны права, то есть видно, что все имеют право запускать эту утилиту. У всех групп стоит права X. Соответственно, если стандартное было бы поведение, мы бы запустили эту утилиту, и она была бы запущена от имени пользователя, непривилегированная. Однако, эта утилита, она создана для того, чтобы вносить изменение в файл, владельцем которого является тот root, доступ к которому на запись у обычных пользователей нет. Вот нижняя строка, там только чтение есть у группы. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы мы могли запустить эту утилиту от имени root, но не предоставляют рутового доступа. Собственно, мы запускаем эту утилиту от имени пользователя, но запускается она как бы от имени root. И имеет, соответственно, возможность писать в нужный нам файл, и все происходит хорошо. То есть это как бы немного заменяет атрибуты запуска? Ну, модифицирует его, да. Да. Ну, конечно, это надо аккуратно. То есть, в данном случае утилита не позволит обычаям пользователям, то есть она написана так, менять пароли других пользователей. Она позволяет менять только свой пароль. Вот. Но, тем не менее, этот пароль пользователей хранит файл, которым прямой доступ есть только в root. То есть, в принципе, вы можете самостоятельно сделать что-то подобное, но если вы допустите какую-то ошибку, ну, логическую, то, конечно, это может повлиять на безопасность, потому что фактически вы можете запустить какие-то от root, и она может сделать все что угодно. Поэтому надо аккуратно. Соответственно, другое есть. SetGit для пользователей, получается. Так. SetGit. Он... Его можно задать... Он применяется для директории. Например... Например... Нет, не будет пример. Соответственно, все файлы, которые внутри будут этой директории, все поддиректории, которые в ней находятся, для них будет действовать группа, которая владеет директорией верхнего уровня. То есть, мы создаем некую директорию, общую, например, для набора людей, которые входят в эту группу. И в верхней директории, соответственно, ставим SetGit. И тогда даже если какой-либо пользователь создаст в этой директории какой-то файл. Но, допустим, он создастся с группой... Когда создаётся новый пользователь, создаётся этот пользователь, имя пользователя, создаётся группа с таким же именем пользователя. По умолчанию, когда пользователь создаёт новый файл, ему присваивается владелец с именем этого пользователя и группа с именем этого пользователя. Соответственно, другой пользователь, если нет прав для группы, например... Даже не так. Если для остальных нет прав на запись, например, то другой пользователь уже не сможет записать что-либо в этот файл. И для упрощения мы можем создать некую общую директорию, в которой указать некую группу и ввести всех пользователей в эту группу. Установить вот этот флаг. И получится, что даже если в этой директории кто-то создаст файл, и у него будет указана группа с именем этого пользователя, то другой пользователь тоже сможет писать в этот файл, потому что фактически действует имя группы, которая указана для директории верхнего уровня. Сложено, но, надеюсь, поняли. Понятно было? Соответственно, это выглядит как... Посмотрим еще. И последний, так называемый sticky bit, то есть бит прилипания, если так буквально. Раньше он использовался для файлов каким образом? Вы исполняете какой-то файл. После этого, если для него указан этот sticky bit, он подгружается в оперативную память и, грубо говоря, там остается. И при повторном использовании его не надо снова загружать с диска, а он сразу же есть в оперативной памяти. Но после от этого отказались и, фактически, если sticky bit установлен для файла, то это просто игнорируется. Но sticky bit действует для директории. Например, он установлен для директории tmp. По умолчанию. Вот так вот. Видно, что в последней группе прав стоит вместо x буква t. Если этот бит установлен, то файловая система позволит удалять и переименовывать его файлы только владельцу каталога, владельца файла или суперпользователя. То есть, если фактически даже для вас установлено права на запись, то вы не сможете его удалить, если не являетесь владельцем файла. То есть, просто это дополнительная мера защиты, чтобы другие пользователи не могли удалять чужие файлы. Или переименовать. Давайте на всякий случай все-таки глянем, как мы можем устанавливать права. Возможно, это будет. Но, если что, будет просто повтор и вспомнить. Итак. Для изменения прав используется delete-achmod. Дальше идет набор прав. Как мы можем устанавливать права? У нас есть три группы прав. User, группа и other. User, crowd, parent other. Соответственно, первыми буквами мы можем указать, для какой группы прав мы сейчас будем менять права. Например, если нужен для всех, то можно ugo написать. И дальше указать, какие права мы хотим дать. Написать опять же, read, write, executive. Допустим, мы хотим дать все права какому-то файлу. Мы можем писать ugo plus rvx. И дальше, чего мы хотим указать. Допустим, Anaconda некий файл. И мы видим, что для файла Anaconda CS у нас установлены полностью все права rvx. Если мы хотим дать какие-то ограниченные, например, только юзеру, то пишем u plus rvx. А это, видимо, не работает. То есть надо... А если снять права? Ага, ну вот так вот это работает. То есть мы ставим и даем и убираем. плюс добавить, минус убрать. Либо мы, как мы уже говорили, каждому виду прав, не знаю, соответствует своя цифра. Если мы хотим дать все права, это 777. То есть для каждой группы сумма типов прав. Я использую терминологию, которую сам придумал. Надеюсь, вам понятно. Вот все права. В данном случае права будут перезаписываться. Мы можем сделать 760. И устанавливается соответствующее право. На всякий случай напомнил. 4, 2, 1. То есть чтение, запись и исполнение соответствует. Также мы можем менять... А! Давайте попробуем установить какой-нибудь, допустим, юзеру дать... Ну, сделать сет вид. U плюс S. И видим, что он у нас установился. Вот в первой группе прав у нас S стоит. Точно так же делается для группы. Это SetGit. И теперь большая. И если не ошибаюсь, то StickyBit. Только здесь это большой причем. Нет. Как раз идея в том, чтобы дать возможность пользователю выполнить программу с правами РУТа, но непривилегированному пользователю. Как нужно сделать? Например, вот у нас... Давайте... А! Сейчас установим еще раз StickyBit. Как еще мы можем установить... Сейчас я дойду до этого. Права. Вот эти вот нестандартные атрибуты. Чем-то... Чем-то... Мы можем вначале установить цифру. Собственно 1, допустим... 555 вот как раз установился этот стики бит когда и нибудь либо 2 вот для группы установилась сергид и получает 4 это и так вот сейчас мы владельцем этого файла является root но пользователь допустим имеет но для всех все равно установлены права на исполнение все могут его исполнить естественно если ты зайдешь сейчас под пользователем допустим это была какая-то программа и туда его выполнила она бы выполнилась как будто труда и на всякий случай как мы можем поменять владельца это утилита чем здесь мы можем указать через двоеточие пользователя и группу там но так как они верно что тут поиск существует и зарезу так что не сработает слева пользователь справа группа также можно менять права рекурсивно если можете да то есть указать директорию и большая буква и поменять владелец для всех файлов и поддиректории здесь понятно отличие кроме того кроме таких базовых атрибутов файлов существуют атрибуты файловой системы посмотреть их мы можем с помощью телендер голосатор ничего нет какие самые наверное интересные такие ну не интересно самые простые атрибуты мы можем поставить пару файлов итак изменить чаттер а как удалить теперь атрибуты интересы оригинально но они меняют понятном чем все остановились то есть нужно получать плюсикам добавить так два атрибута и это youtube а это был это значит что никто не может удалить этот файл до тех пор пока а даже не то что удалить изменить вообще этот файл до тех пор пока этот флаг этот атрибут не будет сняться даже root не сможет его удалить например вот я говорю ра-ф то есть force я уверен что я хочу удалить и я root не говорят что операцию не запрещено пока не сниму этот файл я не смогу ничего сделать добавить к нему что-то тоже не смогу так казалось бы я супер пользовать а действует по-другому кстати насчет удалить и не знаю получится или нет тоже нельзя удалить и я не могу заменить содержимое перезаписать содержимое но я могу туда дописать да я могу добавить в конец файл хорошо давайте попробуем что 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 Вот, я пользователь. Я выберу какой-нибудь файл. Гарит не могу. Возможно, обычный пользователь вообще нет доступа к этим возможностям. Но, не скажу честно, я никогда с этими штуками не работал, но даже сам пользователь не может, да, вот видите, нет права. Так, этих атрибутов, конечно, больше. Ну, остальные более, как бы, специальные, что ли. Например, файл с атрибутом c автоматически сжимается на диске гидромный. Например, там, то, что d маленькая, не бы копируется утилитой down. Управление там, записью в журнал, управление хранением файлов, да, на низком уровне. Например, s, видимо, от secure, если он удаляется, то его место затирается нулями, да, чтобы нельзя было восстановить никак. Наоборот, если файл удаляется, то это место сохраняется, чтобы можно было чем-то восстановить эти данные. Не уверен, что вы будете часто этим пользоваться, но, да, возможность вот именно указать что-либо в файловой системе, да, на уровне файловой системе. Окей, следующая тема. Сейчас будет много про поиск файлов с помощью утилиты find. Это утилита... Начинающий пользователь, наверное, всегда задается вопросом, как здесь вообще хоть что-то найти. Потому что все-таки командная строка штука не очень наглядная, наверное, поэтому до сих пор существует файловый менеджер Midnight Commander. Вот. Но найти, тем не менее, можно. Создадим как-нибудь тестовый файл. Директории . Окей. Стоят на утилиту для поиска стандартной. Именно для такого реал-таймового поиска, если можно так выразиться. Есть еще несколько утилит для поиска. О них я расскажу попозже. Для начала мы указываем, где мы хотим искать. Например, мы хотим искать полностью по всей структуре каталога. Тогда нам нужно указать корневую директорию. Это директория касательщика. Далее нам нужно указать по чему, по какому идентификатору, не знаю, мы будем искать. Будем искать по имени. И указываем имя. Вот он прошел с полностью по всей файловой системе и нашел. Сразу хочу сказать, что быстрый поиск произошел, потому что, в принципе, здесь только файлы операционной системы. И это твердительный диск. То есть он быстрый. Если вы знаете, что вам нужно искать на обычных жестких дисках по большому объему, то будьте готовы подождать. Фактически происходит перебирание файлов. Окей, по имени мы нашли. Ну да, мы можем сразу указать, в какой территории мы хотим искать. И находим более специфичный поиск. Итак, а что делать, если мы не знаем регистра файлов? Давайте создадим еще один тестовый файл. Допустим, мы используем большие буквы и названия. Кстати, на обычный поиск нам этот файл не найдет, потому что в Unix файлы с названиями в разном регистре, это разные файлы. Тогда мы можем использовать Iname. То есть игнорировать регистра. Сам узнал только всего. Хорошая штука и считаем. А что делать, если нам нужно инвертировать поиск? Если мы хотим найти все, кроме вот указанное. То нам нужно использовать параметр Not. Мы нашли все содержимое территории ETC, кроме вот файлов тестов. Также мы можем искать по типу файлов, а не по названию. Параметр Type и однобуквенный идентификатор. По умолчанию мы ищем по файлам. То есть фактически это соответствует Type F. Также мы можем искать в названиях директории. По директориям поиска. То есть таким образом мы выведем все директории, которые находятся в директории ETC. Также можно искать по сим-линкам. По линкам. Мы можем искать также по... Там какие-то другие типы файлов. Не помню как. Ну, то есть специальный тип файлов. Не помню, как он Charters. Не помню. Честно скажу. Да, то есть находим вот то, что у нас директории Dev, всякие виртуальные файлы. Сейчас мы можем объединить поиск. То есть более его уточнить. Например, мы хотим искать файлы с именем. В имени которых присутствует точка log. Найти все log файлы. Здесь действуют, собственно, вот эти символы, обозначающие там любое количество символов. Например, вот звездочка в данном случае. И мы нашли все log файлы, которые у нас есть. Также мы можем попробовать найти директории, в которых название есть log. Видимо, их много оказалось. Далее. Мы можем искать по размеру файлов. Сейчас параметр size. Вот если мы хотим найти все файлы, размер которых больше одного мегабайта. по-моему. Нечет пока. Значит, там большое. Сколько? Там 10 мегабайт. Файл больше 10 мегабайт в системе. А здесь мы можем использовать 10, это, по-моему, байт, наверное. К маленькой, да. К маленькой килобайты. М большой мегабайты. Можем также искать недавно измененные файлы. Есть mtime, это modification time, да, изменения. Есть atime, access time, да, файлы, которые недавно осуществлялся. Допустим, за последний день, да, то есть за день, по-моему, день все-таки. Давайте уточню. Как всегда нам поможет утилит man. time, да, то есть это в сутках, ну, в 24 часах получается. Минус один, это за последний суток, предыдущий. Наверное. Где-то тут было что-то такое. Интересно. Вот. Да. Плюс m больше, чем n, минус m меньше, чем n. n это ровно n, да. То есть фактически плюс это больше знак, а минус меньше. То есть получается это меньше, чем сутки назад, да. То есть это все до суток назад. Атимин – это access time, и кроме того, мы можем искать еще и по владельцу файлов. Да. Атимин – это access time. Да. Атимин – это access time. Да, вот смотрите, мы нашли все файлы, владельцем которых является юзер. Некто юзер, юзер. То есть здесь может быть какое-то другое имя пользователь. И можем искать по правам тоже. На поясе можно найти все файлы с правами 755. И допустим юзер. Ну, пользователя юзера нет файлов, допустим, с правами 755. Утилита find, кроме того, что она может найти файлы, также позволяет выполнить над найденным какие-то действия. файлы с именем test и поменяем ему права. Для этого используется параметр exec. Далее пишется команда. И в то место, куда нам нужно вставить то, что найдет утилита, используются фигурные скобочки. и закрывается это все комбинацией слэш точку с запятой. Такая вот немножко страшная конструкция. в целом понятно. И теперь мы смотрим этот файл наш. Видимо, что права изменились. фигурные скобочки. Фигурные? Это то, куда подставляется то, что находит файл. У нас получится, грубо говоря, это интерпретируется как чмод 7.0.etc.test, грубо говоря. Что мне есть сказать про это? Как это работает? Допустим, мы нашли... Мы хотим удалить все файлы в какой-то директории. Даже не так. Ну, допустим, так, да? В какой-то директории... Нет, это, наверное, плохой пример. Ну, не знаю, поменять права на определенный файл. Мы задали какой-то более точный поиск. Но таких файлов довольно много. Это будет работать... Такой способ будет работать медленно. Почему? Потому что получается, что find нашел первое вхождение, изменил вот этот чмод. Нашел второе... Второе вхождение, снова выполнил команду. Третье вхождение, снова выполнил команду. Если таких файлов миллион, то наш чмод будет выполняться миллион раз. Что очень медленно. Есть способ быстрее. Хоть это не совсем тема сегодняшнего занятия. Но я думаю, что мы сейчас посмотрим. Ну, я скажу об этом. Бывает так, что у вас накапливается огромное количество файлов. Вам нужно их удалить. Допустим, на такие-нибудь сессии PHP на сервере, виртуальном хостинге. Да, там три миллиона файлов. Вы запускаете вот эту утилиту, а она может удаляться сутки, например. Да. Есть способ более быстрый. Вообще мы ищем... Делаем find в какой-то директории... По типу typef. Все файлы. И получаем вот этот самый список. Что мы можем сделать? Можем этот список передать дальше. утилитик-саркс. Которая может вызывать какую-то утилиту другую и передавать ей параметры. Но передавать, допустим, не по одному, как делает это find. То есть мы получаем find сразу все находит. И передает дальше полностью весь список файлов. Берет ксаркс. Давай, допустим, по 10. Так. Гори. 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 Минус там F. Что-то фигня какая-то. Так, сейчас. Сейчас еще надо посмотреть. Давно не делал. А, ну на уса ее... Да, правильная идея. Нет. Да, прошу прощения, у нас задержка. Покрываем как здесь. Все равно так это выглядит. Как бы по одному, но на самом деле мы можем передавать пачкой. Покрываем. Амм... Может, мне этого... Нет. Тоже правильно. может быть просто она пишет так сразу не в строку каждое вхождение в отдельной строке но суть в том что сейчас мы берем и передаем утилите рам не ни одно значение а там 10 сразу он удаляет сразу 10 файлов за раз и естественно вызовов утилиты требуется меньше проблема в чем да почему можем сразу сделать рамм минусы и сразу территории все-таки утилита рамм ограниченное количество параметров то есть мы можем за раз удалить ограниченное количество файлов когда мы его просим удалить там сразу три миллиона файлов он затупляет ну вылетает естественно таким образом можем удалить найти сразу все файлы передать этот текст утилиту xarx которая будет вызывать утилиту рамм с ограниченным количеством параметров и это получится значительно быстрее потому что нам потребуется меньше вызовов утилита которая нам что-то делает да 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 это такой чит-код да если вы строите какой-нибудь сложный однострочник на баша у вас длинная команда в одну строку вы хотите до запуска проверить что она делает какие команды будут выполняться в итоге остается мы перед командой и ставите эхо и она вам печатает да что фактически будет выполнено но не выполняет потом если все правильно удаляете эхо и запускаете так отлично теперь у нас еще у нас уже прошел почти час и у нас еще материал есть итак какие у нас еще утилиты для поиска есть здесь нет утилиты их конфиг вот мы нашли давайте что-нибудь посложнее мы находим где находится эта утилита если мы знаем название можем но нам нужно найти где это находится вот пожалуйста вы получите путь есть в рейс утилита в рейс ищет как путь к утилите так и другие вхождение и видите что это не точное совпадение нас при вхождении потому что даже не так она позволяет искать в общем еще и ману найти бинарник исходник и мануаря страницу руководства для команды и и есть более сложная утилита локейт здесь нет локейт 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 она ищет если find ищет то что фактически есть на системе то есть пробегает по системе локейт использует свою базу соответственно ее можно обновить команда и дай тебе но видимо ее можно выполнить только из патрута мы обновили базу и можем что-либо найти локейт в чем разница разница в том что так как локейт использует готовых баллов она ищет естественно значительно быстрее чем find find более гибко позволяет более четко настраивать что мы хотим найти но если вы знаете что это есть базе вам нужно уже очень быстро получить результат то вполне можно использовать локейт базы периодически обновляется в сутки но если вы хотите вручную обновить вот пожалуйста дай тебе и потом поиск окей так теперь сделаем шаг в сторону и создаем разделы это мы уже делали это будет повторением но я думаю лишним не будет потому что как известно что хорошо запомнить надо повторить 7 раз у нас есть команда она нам показывает информацию о уже смонтированных файловых системах слева указаны пути до ней и справа указано в какую территорию они смонтированы если у нас уже есть файловая система но она еще не смонтирована деф не покажет как нам посмотреть что у нас вообще есть утилита в диск который есть в любой в любом дистрибути из коробки минус л вот мы смотрим информацию по физическим устройствам да да и здесь же мы видим логическую структуру да то есть разделы на этом диске вот они где мы видим название раздела блоки на начало конец идентификатор типа файловая система тип что ли раздела на тип разделов идентификатор и название и мы здесь видим все диски все устройства которые были определены системы при старте система должна их убедить чтобы работать с ними у нас есть sdb и sdc еще диски и мы видим что на них пока еще разделов никаких нет как создать диск и указываем с каким диском мы будем работать сдб все мы вошли и здесь как вы помните у нас однобуквенные команды различные соответственно чтобы посмотреть какие они доступны вот нам подсказывают давайте посмотрим опять же известные типы разделов их огромное количество вероят скорее всего вам понадобится только несколько из них можем сделать обычный раздел linux идентификатор 83 нам наверняка понадобится раздел под подкачку 82 линук слов и если вы хотите работать с его 8 по 8 лет но теоретически видите вы можете даже создать раздел под файл и стену или если не знаю вас замучила к ностальгии может создать тип разделов от 16 кто использовался до windows 95 с 2 и так далее соответственно посмотреть что у нас на диске которые мы выбрали на partition пока ничего нет мы можем создать новый new нас просят тип мы обсуждали в прошлый раз чем отличается основные от расширенных создадим основной номер да если там это первый раздел естественно первый сектор по умолчанию да то есть это минимальное начало диска с которой мы хотим начать если мы хотим не знаю раздела подвинуть от начала диска мы можем указать какой-то сектор в указанном диапазоне начнем сначала здесь мы можем указать размер раздела от указанного первого сектора либо в секторах либо в объеме у нас есть один гигабайт давайте попробуем сделать 512 мегабайт у нас будет раздел в 512 мегабайт как мы можем проверить себя опять же посмотреть таблицу раздела указывается в блоках но оно автоматом подогналось до 512 мегабайт и чтобы применить изменения еще пока ничего не применим W то есть записать и оно применилось давайте создадим допустим второй раздел тоже пример по умолчанию второй раздел кстати он автоматом первый сектор видите он уже показывает следующий после занятого да то есть не сначала здесь а дальше если мы нажмем просто опять gender он займет все оставшиеся пространства все и у нас получится вот такая таблица и устройства уже будут называться sdb1 sdb2 все мы записали и получили два раздела это пока только ну как бы сказать шаблон только просто созданы разделы писать пока мы туда не можем я считаю неплохая как бы сказать аллегория это вот как в excel табличке мы взяли допустим и часть табличек выделили границей да то есть мы их пишем вот только сюда это и есть вот это вот создание раздела но нам нужно еще создать некое наполнение это это уже файловая система файловая система создаются утилитой с говорящим названием nkfs здесь мы указываем тип файловой системы который мы хотим создать например nrx4 где мы хотим создать dsdb1 где мы хотим создать dsdb1 указан количество инодов количество блоков инод это файловый дескриптор это некие блоки в которых хранятся мета информация о файлах мета информацию если вот это вот все дата размер владелец права это все мета информация которая хранится в инодах если i-node закончится то вы не сможете больше ничего записать потому что у вас кончились файлы в дескрипторе даже если по объему у вас место на диске есть такое тоже случается вы например таки делаете ds-h видите что у вас еще место есть попытается создать файл он говорит извините места нет что вот и кончились i-node посмотреть i-node можно на вот он показывает сколько использовано и сколько еще свободно если вы видите что у вас i-node то все у вас i-node окончили что это говорит что у вас скорее всего большое количество мелких файлов но вам нужно найти эти мелкие файлы и почистить итак мы создали файловую систему в разных разделах мы можем создавать разную файловую систему например amxt3 например в другом разделе вот этот вот процесс создания файловой системы здесь опять же быстрый потому что объем небольшой потому что это на больших объемах и медленном диске вам возможно придет подождать пару минут тип указывать на самом деле не всегда обязательно потому что ваша система не умеет работать с определенным набором файловых систем в данном случае мы видим x2, x3, x4 xfs и betterfs и если вы а нет ну при создании скорее всего вам обязательно придется указывать тип но например утилита для монтирования там тоже можно вручную указать тип но для вот этих файловых систем указывать не обязательно потому что система автоматически определит что это за файловая система и так мы создали раздел файловую систему в нем и теперь чтобы нам иметь возможность туда что-то записать нам нужно включить эту файловую систему в нашу структуру каталога то есть смонтировать есть стандартный каталог для монтирования мнт мнт после медиа но это не говорит вам что вам обязательно все нужно умонтировать только на мнт можете аккуратно монтировать и другие но их нужно предварительно создать 1 допустим dp2 и смонтируем соответственно mount допустим dp2 что и куда и куда для 2 раздела мы не указали тип файловой системе но тем не менее оно сработало как я уже говорил посмотреть информацию о смонтировании файловых системах можно с помощью df вот то что мы смонтировали оно здесь появилось в списке мы можем создать какой-нибудь файл да например cindex 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 нужно указать точку монтирования этого достаточно монтируем смотрим содержимое директории давайте создаем какой-нибудь файл этой директории так как она существует в крановой файловой сетями ну на основном диске фактически я сейчас текст монтируем наш старый то же самое после монтирования мы видим то что смонтировал файлы те которые были изначально собственно это все что я хотел рассказать на сегодня вопросы по сегодняшней теме для простых операций но для тех которые мы сейчас делали создать обычный раздел можно спокойно использовать их диск если вам нужно работать по на полном gpt да то есть для больших дисков вы хотите отформатировать диск там 3 3 терабайта то лучше наверное использовать другое что-то самое распространенное наверное утилита парка она по тому же принципу работает тоже однобуквенные команды но она более продвинута и есть если у вас вдруг знаю что случилось на сервере это ваша локальная машина у вас есть гуи то есть утилита gpart где вы можете графическом интерфейсе все подвинуть красивенько простенько у вас все получится еще вопрос да этот вопрос решается есть файл в котором описывается автоматическое монтирование то что при старте монтируется находится называется фастап находится в директории десе давайте быстро глянем более подробно мы будем говорить о нем на следующем занятии мы видим слева на что монтировать да так и будет просто это может случиться либо вы автоматически а точнее вручную от монтировали и забыли я не знаю либо после перезагрузки скачать питание да да так и будет логично потому что мы пишем другое место на диске просто но если вы хотите себя обезопасить вы знаете что постоянно используется всегда запускаете компьютер монтируете пишите вы можете добавить это в фиста и вас будет скачок питания перезагрузка и же смонтировать но только вот так но фактическое поведение да такое если было смонтировано да фактически так есть что видимо вы не добавили в автозагрузку сбежать как-то подстраховаться наверно никак так все таки если вы не добавили автозагрузку сама не добавится все тогда до следующего раза